Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. С 15 по 18 января в Анапе пройдет выставка продажа изделий из меха. 14 января – Старый Новый год. Новый год по старому стилю празднуют в нескольких странах. И к другим темам. В многоквартирных домах в белорусском проезде нет газа, самовольно подключено водоснабжение, а едва ли неподпольная подстанция не рассчитана на большие нагрузки и не справляется с ними. Авария, которая случилась в самую холодную в Анапе ночь с 7 на 8 января, была неизбежна. В то время как велись ремонтные работы, жильцам домов оказывали необходимую помощь. Скандально известные антипинские дома, неразрешение на строительство, не проектной документации, по которой здесь должна быть в том числе и котельная. Городские власти выходили с иском в суд о незаконном возведении четырех семиэтажных строений. Но право собственности на дома было признано по суду, сложившуюся практику, иначе как «медвежьей услугой» не назовешь. Ведь в эксплуатацию многоэтажки введены не были. А значит, техусловия на газ, электричество и воду не получены. В итоге все квартиры, а их здесь порядка 400, отапливаются с помощью электроприборов. С усилением холодов увеличилось потребление электроэнергии. Многократно возросла нагрузка на трансформаторную подстанцию, которая, не выдержав напряжения, сгорела. В 8 часов утра приехала лаборатория электротехническая, произвела прозывание электрических проводов. Стало известно, что на этот момент времени были пробиты 3-4 кабеля под землей. В этот период времени МЧС, непосредственно при участии администрации, обеспечивала горячим питанием и чаем населения. Работы шли круглосуточно. За ночь сгоревшую трансформаторную подстанцию заменили новой, более мощной. Вот они опять вот этот ветер, дождь, все опять обрывало, все как идут холодно. Очень ужасно было. Даже говорить нечего. Ни света, ни чай попить, ни тепла. Неизвестно, когда застройщик выполнит обязательства перед жильцами, подключит объекты капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, к сети центрального отопления и газоснабжения. Соответствующее решение суда он попросту игнорирует. На фасаде одного из домов размещена реклама о продаже квартир в семи этажках. Только информации о том, что эти дома построены без разрешения, конечно, нет. Застройщик возвел здания, которые не введены в эксплуатацию, а жильцы, купив квартиры в незаконно построенных домах, стали заложниками недобросовестного коммерсанта. С нахаму я на восьмом этаже живу. Они вообще поехали в гостиницу с ними. Там даже вот еще у нас кое-как вода бежала, и рука зеленая, а у них вообще ни воды не было, ничего абсолютно. Мы обложили деньги, как положено, а договор купли-продажи 20 тысяч. Похожая ситуация с коммуникациями у жильцов дома номер 9. По улице Объездной, около подъезда в горы мусора и грязь, жилье обогревают с помощью электроприборов. Несмотря на то, что в многоквартирном доме уже несколько лет проживают жильцы, лифт так и не работает. Шахта лифта на лестничных клетках открыта для свободного доступа. Посмотрите, какие у нас дыры, у нас же лифт. И если хотя бы заделывать сейчас, два-три дня, вот это как ветер, дождик. Естественно, что ветер колокает, вот это вот холодно в квартире. Специалисты управления муниципального контроля выявляют незаконно возведенное строение, готовят документы для передачи в суд. Списки самостроев находятся в открытом доступе на официальном сайте администрации курорта. Когда речь идет о приобретении жилья, на случай и русский авось полагаться не стоит. Покупатели квартир в самовольно построенных домах рискуют остаться без денег, и квартир почти достроенные, и достроенные самострои подлежат сносу. В домах на Белорусском проезде 8 порядка 56 квартир еще продаются. Жителей и гостей курорта предупреждают не покупать жилье в этих домах. Наличие у застройщика права собственности на здание может быть признано по суду, но это еще не гарантия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Покупая жилье, ознакомьтесь с документами на строение, а также уточните информацию о строениях в местных органах самоуправления. С 15 по 18 января в Анапе пройдет выставка продажи изделий из меха. Северина из города Киров представит шубу от 38 до 64 размера. Приобрести шубу можно и в кредит. Подробности далее. Доступные цены, отличное качество, гарантия производителя. И все это только сейчас и только для самых прекрасных женщин на свете. Порадовать наших модниц новинками сезона приехала в меховая выставка продажи Северина из города Киров, которой в этом году был вручен диплом торговая марка года. Шубы от классического до современного дизайна из норки, бобра, овчины, каракуля, нутри, андатры и орелага. Всего более полутора тысяч готовых изделий из меха на любой вкус и фасон ждут вас. Размерный ряд от 38 до 64, возможность приобрести шубу в кредит. Широчайший модельный ряд. Но чем не повод порадовать себя любимых? Эта модель мне понравилась очень хорошо. А почему? А чем понравилась? Интересный покрой. Смотрите. Можно вот так. Рукав интересный тоже. Очень приятно удивлена выбором моделей. Ждем вас на ярмарке меха от Северины с 15 по 18 января в бутике «Богачо». 14 января. Старый Новый год. Новый год по старому стилю празднуют в нескольких странах, в том числе и в России. И по обычаю это время святочных гаданий. О том, какие есть способы и как заглянуть в будущее, смотрите в сюжете. Если сегодня на своем пути вы случайно обнаружили сапог, это значит только одно. Началась неделя святочных гаданий. И вполне возможно, какая-нибудь красавица уже нагадала себе суженого. Почти все девушки, которых мы встретили, хотя бы один раз в своей жизни бросали за окно или калитку сапожок, чтобы узнать судьбу. Однажды на святке мы с подружкой выбросили с балкона ее старые гусанушки. Один из них утащила собака, а второй на помойку попал. Новогодняя ночь, особенно по старому стилю, всегда наделялась магической силой. Традиционные веселые калятки и песни раздавались всю ночь. При свечах красавица в зеркальном коридоре старается увидеть будущего возлюбленного и свою судьбу. Народных годов немножество. На кофейной гуще, на зеркале, спичках и даже на лай собаки. Например, можно положить чашу с водой, разные предметы и вытягивать закрытыми глазами. Если вытянуть обручальное кольцо, быть в скорой свадьбе. Самое распространенное гадание на обручальном кольце. В него можно продеть волос и опустить стакан с водой. По движениям кольца можно определить пол будущего ребенка. Если кольцо начнет вращаться по кругу, родится девочка. Если будет совершать маятникообразные движения, значит в семье появится мальчик. Чтобы узнать возраст, когда девушка выйдет замуж, можно это же кольцо поднять над стаканом и подождать несколько секунд. Кольцо начнет раскачиваться из стороны в сторону, и сколько раз оно звякнет о стенке стакана в таком возрасте и свадьбу играть. Гадать можно даже на книге. Подойдет практически любая. Нужно не глядя загадать страницу и строчку. Например, страница 60, 12 строчка сверху. И посмотреть, что там пишут. Вперед, без страха и сомнения. Еще одно старинное гадание – сжечь нитки. Замуж выйдет та, чья нить сгорит быстрее других. Гадать – значит угадывать. Гадание с газеты – яркий тому пример. Газету нужно снять. И зажечь от свечи. Будущее покажет тлеющий пепел. И тут у кого на что фантазии хватит. Кто-то увидит суженного, кто-то скорую свадьбу, а кто-то целое представление в театре теней. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 15 января, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 7, 9, ночью до 5 градусов тепла. Ветер перемены южного и юго-западного направления – 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 4 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ